Вопрос о том, как вы видите будущий мир. Это, конечно, хороший вопрос. Но я думаю, что я вижу будущий мир справедливым, где каждый человек будет думать не о том, что его сосед достиг, и что там у него есть, а о том, что он сам может достичь, и что каждый человек станет творцом. Вот я тоже вижу будущий мир. Только творцом не обязательно, что сразу каждой Вселенной ворочать и тому подобное, направо-налево. Творцом я вижу, что каждый человек будет вкладывать свой труд, свое творение, свою душу, потому что на любом участке творчества человек может вкладывать себя. Просто могу сказать, что единственное, что будет важно, действительно, чтобы люди могли найти себя и заниматься такой деятельностью, которая резонирует с их внутренним миром. Вот я думаю, что будущее должно именно в таком плане, что каждый должен по максимальности будет творить именно в том, что резонирует с ним самим, и что он может донести, отдать людям. Потому что это первое. Второе. В будущем, я думаю, что будет ориентировка на следующий. Чем больше человек отдает стране, народу и так далее, тем больше будет получать в ответ. Когда творец будет стимулировать. Потому что пока, вы понимаете, существующая система ценностей, ну, кто у нас в большинстве случаев лучше живет все? Тот, кто по трупам идет, да? Кто ворует, обманывает и тому подобное. Ну, это правда, зачем скрывать? И очень многие люди думают, а дурак я, вот я всю жизнь честно пошу, там, никого не обманываю. А вот если бы делал бы так, вот и жил бы хорошо. И начинают очень многие действовать, потому что, ладно, зачем мне это нужно? Вот я буду делать, как вот все остальные. Это же не только я один такой, все остальные, так что-то я буду делать так. Понимаете, и очень многие люди, во своей сути, внутри неплохие, ну, которые, так сказать, колеблющиеся, такие, скажем так, двигаются в ту сторону, которую я считаю неправильным. Вместо того, чтобы оставаться самими собой и продолжать быть, ну, человеком, в первую очередь, они начинают делать то, что даже плетит им самим. Но зато я получаю от этого какие-то пленые нготы, выгоды и так далее. И поэтому, почему бы и нет, сосед делает, и я буду. Вот сосед, как говорится, миллиард украл, а чем я хуже? Я тоже миллиард украду. Понимаете, мое понятие такое. Я не против, люди не могут быть одинаковы. Люди разные, разные внешности, разных талантов, способностей и так далее. Поэтому уравнилка – это идиотизм, и никогда это все только обманка. Конечно, каждый человек должен получать по своему труду, то есть он должен быть адекватно оценен. И вот когда будет справедливое отношение, когда действительно люди будут трудиться и знать, что чем больше они будут давать, тем больше будут получать. Стимул ориентируется. Уже, как я здесь не был, но в 90-е годы, популярных кто были, молодежь мечтала стать уголовниками, бандитами и проститутками. Помните, да, поразилось? Почему? Красиво жили. Так вот важно, чтобы люди, молодежь стремилась к тому, чему-то хорошему, чтобы они стремились к тому, что отдать больше, чтобы человек мог отдать, и он тогда понимает, что за свой труд он будет оценен и адекватно. И вот я не против, чтобы были определенные различия. Не может быть, если один человек работает 20 часов в сутки, а другой работает 2 часа, а почему они должны жить одинаково, правильно? Потому что вот я тоже человек, правильно. Каждый человек должен работать и быть оценен адекватно в своем труду. Естественно, нужно помогать, общество должно помогать людям, которые не могут работать, не могут работать не потому, что они не хотят работать, а потому что они не в состоянии работать. Больные там, малолетние дети, сироты и так далее, но это те, кто достоин помощи, те, кто нуждается в помощи, а не то, что сидят здоровые детины, не считают, что им все остальные должны платить, чтобы они могли дурью маяться дальше. Это не должно быть. Я не против богатых и бедных. Но, во-первых, если будет такая ситуация, когда человек богатеет, когда богатеет его страна и богатеет его народ, то очень скоро бедных тоже не станет, потому что чем будет богаче страна, тем будет богаче каждый член общества. Правильно же? И поэтому уже не будет бедных как таковых. Просто будет кто-то, кто создал больше, и кто-то создал меньше. И думаю, что будущее вижу, как общество справедливости. Это мое понимание. И это достигаемо. Только нужно желание иметь, иметь твердую волю, и не поддаваться на соблазны. То есть те, кто должны, кто будет проводить идеи, они должны быть неподкупными, должны быть честными во всех отношениях и так далее. Потому что без этого невозможно создать общую справедливость. Потому что всегда, если кто-то подъедет с тем или с тем, найдут слабые места, кому-то девочку подстанут, кому-то мальчик, кому-то денежки, кому-то и то, и другое без хлеба. И все. И человек на крючке, и поэтому он будет делать все, что ему скажут те, кто его поставил на крючок. Так вот, есть контрмеры, чтобы сразу можно было выявлять, кого посадили на крючок, чтобы он сразу выявлялся, и его исключали из тех, кто решает судьбы других. И это все возможно. Только для этого нужно, чтобы много было изменений в нашем обществе, много изменений, даже и в Конституции было много изменений и так далее, чтобы действительно это было закреплено на уровне закона. Следующий вопрос. И на ответ тоже на вопрос. Я знаю, что нужно сделать, но пока говорить об этом не буду, рановато. Понимаете, да? Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,